МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Хозяйка судьбы» и я, ее ведущая, Ника Ганич. Сегодня у меня в гостях яркая и талантливая актриса и телеведущая Юлия Зимина. Юлия с детства была уверена, что станет артисткой. Пропадала в местном Доме культуры. После школы с первого раза поступила на актерский факультет Саратовской консерватории. Как только получила диплом, села в поезд с подружкой и поехала покорять Москву. Ее смелость была вознаграждена. Из 200 претенденток на главную роль в телевизионном сериале выбрали именно ее, девушку из городка Красный Кут Саратовской области. Так она стала главной цыганкой страны – кармелитой. Потом было участие в конкурсе «Танцы со звездами», работа телеведущей на одном из центральных каналов страны. Но профессию актрисы Юля не забывает. Сейчас она играет в премьерном спектакле «Мордасовские страсти». Юля, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Да? Да. Ну, вам это знакомо, атмосфера телевидения. Ну, конечно, я же теперь и телеведущая. А как вы себя ощущаете в роли телеведущей? Ну, сейчас уже ощущаю, раньше не ощущала. А в чем тут разница? Вы ее чувствуете? Разница, например, если брать актерскую профессию и телеведущей, конечно, есть большая разница, потому что все-таки, когда ты на площадке в роли актрисы, то тебе приходится общаться глаза в глаза, да, так скажем, айс-туайс с живым человеком. А тут все обстоит иначе, потому что перед тобой камера, некий черный квадрат, и ты должен себе нафантазировать, кто по ту сторону этой камеры, кто сейчас сидит за столом, кто чистит зубы. Ты должен до каждого достучаться, сказать, эй, доброе утро, страна, просыпайтесь, я хочу вас взбодрить. Вот такая задача стоит, конечно, передо мной. Тут главное не переборщить и не навязчиво быть, и обаятельно, и, ну, в общем, много задач. Думаю, что сейчас мне уже более-менее удается с этим справляться, потому что раньше все мне казалось, что я не в своей тарелке. Все как-то, наверное, я больше играла в телеведущую, говорила, доброе утро, так и так. А сегодня вот такое число, а сейчас я все-таки уже сама собой более ощущаюсь. А вот работа на театральных подмостках, это что, как вы к этому относитесь в своей карьере? Это ваше призвание, это ваша настоящая работа? Вы знаете, конечно же, диплом-то у меня актер театра и кино, поэтому и, конечно, актер должен состояться в театре, актер растет на ролях. Это уже не я первая об этом говорю, это факт, то, что актер растет на ролях, конечно, на хороших и на каких-то масштабных, где есть над чем поработать. Но так сложилось, что я не служу в театре, в репертуарном. Началось как-то вот мое такое странствие по этому миру, по актерскому, с кино все-таки. Поэтому не удалось мне в театре поработать, но вот антрепризы какие-то, ну, сериалы, сериалы. Сериалы, вы сами знаете, какие сейчас, они более, ну, я не знаю, рассчитаны на зрителя, на определенного, и материал, конечно, оставляет желать лучшего. А давайте вот прям помечтаем, что бы вы сыграли, вот кто вам мешает хотя бы вслух это произнести? Вы знаете, я много чего хочу сыграть. Вот даже у меня нет такой определенной роли, что я бы сказала, вот, вот, это моя роль. Я вообще не всегда понимаю, что, значит, актер, когда говорит, это моя роль. Потому что когда актер говорит, это моя роль, то, значит, получается, ему не на чем работать. Там, если настолько все органично ложится, он ложится на эту роль, роль ложится на него. То есть все как-то классно получается, да. Мне, на самом деле, кажется, что гораздо более интереснее работать над ролью на сопротивление, когда она тебе не дается, когда ты ломаешь голову, когда ты физически даже себя как-то вот не чувствуешь. Ну, например, например, что вы хотите? Я не знаю, я бы хотела мальчика сыграть. Сара Бернар. Да. Просто Сара Бернар. Да, но не Гамлета. Ага. Нет, не Гамлета. Ну, Гамлета, да, повзрослеет. Так. Не знаю, конечно, интересная роль, но... Двенадцатая ночь. Может быть. Но вот мне более хотелось бы, наверное, сыграть какого-то мальчишку со сложной-сложной судьбой, хотя я не скажу, что у Гамлета простая судьба. Но вот какого-то такого живого парня с какими-то, может быть, голодными глазами, может быть, больше даже гаврош. Я не знаю, что-то такое вот. Ну, а если быть реальнее и как-то реалистичнее смотреть на мир, то еще что, например? Еще что? Еще бы мне хотелось сыграть в комедии. Что-то острохарактерное, потому что, вот, например, Владимир Алексеевич Андреев, с которым я сейчас играю в спектакле, он мне все время говорит, «Слушай, Юлька, ну ты же характерная, ты же в этой Зинаиде Афанасьевне понимаешь, ты даешь характер. И вот сколько у меня было людей на спектакле, всегда говорят, ну, а Зинка-то ваша характерная, характерная. Ну, я с института знаю, что я характерная. Вот у меня такое какое-то несоответствие внешнего и внутреннего. Получается, что мне всегда дают роли или слезомоек, или таких вот, ну, таких вот, «Добрый вечер». Да, вот, а хотелось бы, конечно, что-то и веселое, разноплановое. Я бы хотела все попробовать, мне интересно все. И музыкальная комедия, и драма, и трагедия греческая, я не знаю, все. Вот мне все интересно. Я просто, знаете, увлеклась прям вашим вихрем, вот этим вашим пожеланиям. Я думаю, что все у вас и будет. Дай бог. Жду. Хорошо. Жду режиссера, который наконец-то как-то прочувствует меня, что ли, какую-то мою такую суть. Потому что я, например, очень человек смешливый. Я люблю хохотать, я люблю шутить. Я такая мисс Ирония, как меня иногда называют. Или мой друг говорит, Юля, у тебя амплуа, если тебя спросят, что у тебя за амплуа, скажи, что ты белоснежка с ложкой дегтя. Ну, вот как-то что-то такое-то такое, да нестандарт вот какой-то. Вас пригласили в танцы со звездами. Вы легко согласились? Да, легко. Вы знаете, согласилась отчасти из-за мамы, потому что она уж так хотела, чтобы я поучаствовала в этом проекте. Но она мне сказала такую фразу. Ой, Юлечка, ну я не знаю, конечно, так ты сможешь или нет танцевать. Ты как вообще у меня танцующая? Она меня спросила. Я говорю, мам, ну я не знаю, посмотрим. Ну, вообще-то танцующая. С детства тут я зажигала нормально. Только я не вернусь В руки твои Не отзовусь Как не зови Ты улетишь Я не дождусь Ты позовешь Я не вернусь Я не вернусь От эфиров было ощущение, конечно же, приятное после того, как зрители за тебя голосовали. Мы всегда были с Пантюхиным на первом месте. Я вот чувствовала эту зрительскую поддержку, тепло. Я всегда точно знала, что зритель меня поддержит. На телевидении на «Отечественном» есть два сериала, которые, наверное, попадут в книгу рекорды в Гиннес. Это «Кулагины партнеры» и «Ваша кармелита». Сколько серий? Первый сезон – сто семьдесят, кажется. Второй сезон – двести восемьдесят восемь. Вместе считайте. С математикой ленюсь считать. Устали от роли цыганки? Устали, да? Устала, да. Не буду скрывать, устала. И, честно говоря, каждый раз, когда заходит об этом речь, я как-то не то, чтобы мне неприятно, просто всему есть начало и всему есть конец. Когда звонят журналисты и до сих пор хотят пообщаться по поводу кармелиты, я уже, честно говорю, что этот вопрос закрыт. Это было недавно, это было давно. Ну, все. Уже все, что можно было и по поводу меня в этой роли, и по поводу роли во мне, все уже давно сказано. А дивиденды все получили? Ну как, кармелиты – это мой старт. Это старт. И я очень благодарна этому проекту. И школа получилась, да? Школа, конечно. Телевизионная, темно, что в каком виде, в каком сейчас это все принято. Конечно, да. Это был мой первый проект. Это дебют, я считаю, достаточно удачный, яркий. За счет, конечно же, темы, я считаю, что цыгане всегда, наверное, привлекали народ. Все почему-то думают, что какая-то мистика присутствует, что у них все не так, как у всех, что вот они все время с этими юбками, и только что и делают, что только... Что, что, видос, покажите, здорово научились. Да, я раньше-то умела. Умели? Ну, конечно. Здорово. И, наверное, может быть, поэтому и попала туда, потому что вот какой-то, наверное, огонек во мне был. Кто ваша мама и папа? Кто ваша семья? Моя мама Зиминазова Григорьевна, она учитель по профессии химик-биолог, но всю жизнь работает преподавателем начальных классов, так что учит детишек самых-самых ранних. Так скажем, азам. Вот, папа был ветврачом, меня вот так угораздило стать актрисой. У меня есть еще старшая сестра, которая тоже пошла по творческой линии. Она сначала закончила музыкальное училище, руководитель народного хора, кстати, и институт по искусствоведению. Как родители отнеслись к тому, что вы вот так вот, 400 серий, вся Россия вас смотрит, не отрываясь, вы любимица публики, популярность. Слава. Вы знаете, у меня мама и папа достаточно скромные люди. Да, как они это пережили. Никогда в жизни не хвастали, все это держалось в строгом секрете. Что друзья не знали их ваши... Нет, 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 никто не знал. И до последнего уже, когда пошла реклама по телевизору, мама пришла в школу, и учительница подошла к ней и сказала, «Ой, Зова Григорьевна, вы знаете, сейчас по второму каналу идет такая реклама, и девочка уж очень на вашу Юлю похожа. Очень похожа, там что-то, что-то яркое в юбках, барцыган что-то, ну вот точно, на Юлю похожа, вы посмотрите, придете, посмотрите рекламу, вот, потому что это же не может быть она». И мама так, как-то даже, скорее всего, себе, наверное, это сказала, ну, почему же не может быть? И что? Что-что-что? Вы что, хотите сказать, это она? Мама говорит, ну да, это Юля, вот у нее фильм выходит скоро. А как она туда попала? Тогда мама сказала, ну, вообще-то она закончила театральный институт, вот как-то так попала. Конечно, большим вопросом оставалось, как я туда попала, который до сих пор, кстати, не разрешен в моем городке. Как же я попала в этот черный ящик? Наверное, всем кажется, что это нереально, попасть из какой-то глубинки в столицу, еще и в телевизор, чтобы показывали. Ну, мне кажется, что для того, чтобы чего-то достичь, нужно очень много работать. А у вас было желание, цель? Или это свалилось на вас на голову? Нет, это не свалилось мне на голову. Вы знаете, у меня всегда была мечта с детства, наверное, это от мамы, потому что мама мечтала быть актрисой. Не зря же говорят, нереализованные мечты мамы иногда реализовывают в своих детях. Мама моя такая блондинка с такой косой ехала в поезде, и ее заметил режиссер Михаил Колотозов. Да, вы можете не поверить, но это так. Мама стояла около окна и смотрела в окно просто вот в поезде. Он подошел к мне и сказал, девушка, у вас своя коса? Она говорит, ну, конечно, а чья же не ваша? Конечно, моя. Не крашеные? Нет, не крашеные. В общем, он сказал, что он будет снимать какой-то фильм, и я оставила ей свой номер телефона и сказала, вы, ну, вы вот прямо такое воплощение русской красавицы, прям такая русская-русская, вот мне такая же и нужна. Вот вы приедете в Москву, если вы вдруг не поступите, мама говорит, нет, я обязательно поступлю. Поступлю. Зоя такая, Зоечка, я обязательно, обязательно поступлю. Я говорю, мам, ну как же так? Ну зачем? Надо было сразу говорить, хорошо, я приду на пробы, я приеду. Мама говорит, Юля, ну как я могла так сказать? Ведь я определенно ехала с целью действительно поступить в институт. А вдруг это какой-то шарлатан был? Как так? Как же я могла откликнуться на предложение какого-то неизвестного мне человека? Вдруг это какой-то, ну, обманщик. В итоге, потом, когда мама увидела по телевизору Калатозова, сказала, да, это действительно был он тогда в поезде. Конечно же, это все идет с детства от семьи, то есть если Новый год, то это обязательно костюм. Костюм не просто так, чтобы там возле елки походить, постоять в стороне где-то, получить подарок ни за что и уйти. Нужно было костюм защитить. Если я красная шапочка, то я пела, если долго-долго-долго, если долго по дорожке, у меня в корзинке настоящие пирожки. Я в танце эти пирожки раздавала всем. Если я золушка, то я пела, станьте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И вот бегаю, бегаю. И получала свои подарки всегда честно. То есть с детства я уже понимала, что хлеб надо зарабатывать. Вот как. И на елках всегда в школе Дед Мороз со Снегурочкой никогда не мог выехать без моей песни. И уносит меня, и уносит меня, и Дед Мороз со Снегурочкой, а вот и я. В общем, опять-таки какую-то шоколадку, какую-то коробку конфет. И это как-то привлекало. Не знаю, может быть, в то время казалось, что это легкий труд. Потом все оказалось, что не так. Пришлось, конечно же, много работать. В Москву никогда не собиралась. Никогда. Даже не мечтала о Москве. То есть это был какой-то город для меня. Ну, просто эти куранты на Новый год, бьющие в 12 часов по телевизору. Потому что в Москве никогда не была. Что меня вообще подтолкнуло приехать в Москву? Ну, это Международный фестиваль театральных дипломных работ. Вот проводился, наверное, раз в два года в училище имени Щукина. Международный фестиваль дипломных работ. Приезжали все студенты с разных концов земли, показывали свои дипломные работы. Мы привезли свою кровавую свадьбу, которую поставила мой мастер Имана Белякова. И играли ее на сцене Щукинского училища. Мы сыграли просто блестяще. То есть если бы распределяли места, наверное, мы заняли бы первое, а то и Гран-при, может быть. И вот эта атмосфера этого города, какая-то живость, какой-то драйв такой. Везде хочется успеть, все увидеть, есть на что посмотреть. Этот ритм, он как-то меня настолько захватил, что я, когда шла по перрону, когда мы уезжали обратно в Саратов, домой возвращались, я шла и плакала. Я тащила эту сумку, иду по перрону, помню, и плачу. Я просто была на японку похожа. От этих слез, как я плакала, плакала. Я понимала, что я уезжаю. Я помню, какой-то парень шел и сказал девушку, ну что же вы так плачете? А я говорю, я влюбилась. Он, влюбились, и что же вы так плачете? Влюбились. В кого? Я говорю, ни в кого. В Москву. Я влюбилась в Москву. Так в чем проблема? Приезжайте в Москву. Я говорю, я обязательно сюда вернусь. И прошло два месяца, я получила диплом. На следующий день мы сели с подругой в поезд. У нее здесь жила подруга, потому что у меня здесь никого, ни родственников, ни друзей не было. И мы приехали в Москву покорять. Не знаю вообще ничего, ни метро, никак в метро ориентироваться, ни улиц, названий, ничего. То есть вот я ходила за подружкой как хвост. Ну, так скажем, как как хвост? Я шла уверенно вперед, даже не зная. Зимина, ты куда? Нам на другую ветку! Подружка кричала, а я уверенно иду, как будто бы я уже все знаю. Вот у меня какая-то такая привычка всегда идти очень уверенно, даже если не знаю куда. А как вы на кастинге пришли? На кастинг я попала совершенно случайно. На тот момент мы работали в детском театре. И пришел актер Вадик Медведев, достаточно сейчас популярный. Спасибо ему за этот поступок, за то, что он меня, так скажем, сосватывал в кино. Он пришел и сказал, Юля, есть фотографии? Потому что у тебя такой типаж типичный, ну, мексиканки, такая бразильская, латиноамериканская мадам. У тебя есть фотографии? Я говорю, Вадик с собой нет, но я принесу в следующий раз. Я принесла ему фотографию, он говорит, а то запускается какая-то мексиканчина в 105 серии, может быть, попадешь. И он отнес мою фотографию, ассистентке по актерам, как раз это была Кармелита. И меня вызвали на кастинг как раз в тот день, когда я съезжала с очередной съемной квартиры. У меня тогда еще не было мобильного телефона. И позвонили на домашний. И я уже практически вышла из, ну, все, из двери ключом. Но зазвонил телефон, и я обратно вернулась и взяла трубку. И мне сказали, вы не могли бы прийти на пробы? Я сказала, да, конечно, я приду. Вот случай. Конечно, это случай. Как изменилась ваша жизнь после Кармелита? В 12% изменилась. Я стала сниматься в каких-то других проектах. Опять-таки театр появился, антреприза. Ну, все как-то получилось, все пошло по-другому. Появился свой дом. Я стала москвичкой теперь. Хотя, наверное, внутри никогда не стану, но в паспорте. Штампик с московской пропиской. Я, ну, вот в этом городе стала более, конечно, уже освоилась. Появились друзья. Появились знакомые режиссеры. Ну, вот как-то расширился мой круг, конечно. И спасибо Кармелите. Она дала старт. А как ваша личная жизнь складывается? Складывается. Сложилось? Ну, я не жена, я не мать, но у меня все в порядке. Ну, а поклонники, поклонники. Где толпы поклонников? Ну, поклонники есть, но... Даже не думаю, что это толпы. Это просто должны быть какие-то, не знаю, стадионы поклонников. Потому что... Да вы знаете, я бы не сказала, что это какие-то стадионы. Может быть, я не замечаю этого всего. Не то, чтобы ты с высоты, там, да-да-да, меня не замечаешь, да, как в песне поется. Нет, я просто такой человек, который не любит водить за нос, допустим. Если я вижу, что человек заинтересован, и тут же... Юлька, телефон. Я говорю, прости, парень. Не буду водить за нос, не выйдет. То есть я не могу так. Давай завтра. Давай на завтра договоримся, может быть, увидимся. А в кино пойдем? Ну, пойдем. Ну, вот я так не люблю. Я прям человек конкретный, я всегда сразу честно говорю. Или, ну, я занята, у меня съемки, я сама в кровати. Ну, то есть, наверное... Ну, наверное, это зависит от того, кто просит телефон. Ну, вот, если я вижу сразу, что нет, искры нет, тогда и не стоит пробовать дальше. То есть, наверное, сразу оно должно быть. Какие планы? Ох, планов громадье. Ну, я хочу состояться просто как женщина по-всякому. И как актриса, и как человек. Хочу быть счастливой, наверное, как и все. Вот какие планы. Хочу счастливой быть. Тогда что такое счастье для вас? Счастье. Я всегда думаю над этим, что такое счастье. И понимаю, что счастливым в одиночку нельзя быть. То есть, счастье для меня, когда я могу кому-то помочь, например. Ну, честно-честно, я... Если я не могу кому-то помочь, вот, я не знаю, там, морально, финансово как-то... Вот для меня прям очень это как-то горестно, что я в данный момент ничем не могу помочь. А если я смогла помочь, это большое счастье для меня. Поэтому, когда я вижу, что человек радуется, человек здоров. Наверное, счастье, когда ты здоров. Наверное, счастье, когда твои близкие здоровы. Когда они счастливы, улыбаются. Когда я вижу, что я могу им их чем-то порадовать. Чего вы не терпите в мужчинах? Глупости, жадности. И когда нет чувства юмора. А что вас раздражает в себе? Вы знаете, я иногда, наверное, чересчур откровенно. Правда. И потом только думаю, господи, ну зачем я, ну какая... Ох, Юля, учиться и учиться еще. Ведь тебя так облапошили в очередной раз. Ну, наверное, это неплохо, это не недостаток, это... Я не знаю, что это. Может быть, это и достоинство. Ну, иногда я бываю вспыльчива очень. Какой-то вот мгновенно. Меня мама зовет спичкой, я мгновенно могу вспыхнуть. Ну и потом, конечно же, так же быстро и отойти. То есть у меня прям... Я так... Как Кабрина. Папа звал меня Кабрина. Ты такая спокойная, спокойная. Потом капюшон распустила и пошла, пошла. Потом... Сдула. Вы отлично поете. Не планируете начать сольную перческую карьеру? Нет. Почему? Ну, потому что я не отлично пою. Давайте вы споете. Я сейчас спою, но прежде я все-таки скажу, что отлично поет Уитни Хьюстон. Отлично поет Кристина Агилера. Отлично поют многие-многие ребята. Там, я не знаю, мой любимый Панайотов, если брать наших. Вот есть какие-то такие грани, когда человек не претендует. Я не претендую на то, чтобы писали актриса, певица, модель, телеведущая, чтобы под моим именем было много-много-много. Мне это не важно. Заслуженные, народные. Спою один куплетик из народного фольклорного репертуара. Ой, да ты не плачь, ай, и не горюй. Да, родимая, моя мать. Не плачь и сжатый, только да по родному сынку. Ой, ой, по своему сынку. Что-то такое. Скажите, вас можно назвать хозяйкой своей судьбы? Вот сейчас. Да. Я знаю точно, что я хозяйка своей судьбы. И я знаю точно, что все зависит от человека. А еще знаю точно, что характер – это судьба. Так говорила мой педагог. И была абсолютно права. Потому что характер, конечно, это большой, так скажем, конек по нашей жизни. И фортуна, конечно же, еще имеет значение. Но фортуна тоже любит, наверное, людей, которые иногда не гнутся перед обстоятельствами и ни перед кем, ни перед чем, которые имеют стержень. Я знаю это точно, что вот я из таких могу смело это сказать, что никакие обстоятельства не могут человека сломить, если он точно знает, чего он хочет и видит перед собой цель. Возможно, все. Где бы ты ни жил, с кем бы ты ни жил, как бы ты… Ну вот, все возможно. Потому что когда есть мечта, ты еще жив, и у тебя есть смысл жизни. Я благодарю вас за беседу, за знакомство. И вам спасибо. У нас в гостях была актриса и телеведущая Юлия Замина. Увидимся скоро, счастливо и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok